Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вот мои коллеги говорят, что ребенку нужно показать детскому психиатру. Я не буду спорить с моими коллегами, может быть они правы. Я не психиатр и по вашему описанию делать каких-то предположений относительно того, что происходит с ребенком я бы не хотел. Но с точки зрения психологии, с точки зрения своего опыта я могу вам просто дать некоторую обратную связь относительно того, как мне видится вся эта ситуация. По вашему тексту у меня сложилось ощущение, у меня сложилось такое достаточно стойкое впечатление, что вы не самый мягкий человек на свете. У меня сложилось впечатление, что напротив, вы такой достаточно жесткий, самостоятельный, сильный, волевой человек, возможно, авторитарный. Авторитарный или нет, это, конечно, нужно выяснить, но, скорее всего, для своей дочери вы именно что авторитарная фигура. То есть фигура, которая может быть непряма, но требует подчинения. Подчинение и запрещает неподчинение, недовольство. Даже если совершенно искренне, сознательно вы это делаете, подсознательно вы можете этого, скорее всего, не делать. Подсознательно вы можете быть недовольны своей дочерью, когда она высказывает какое-то недовольство или так далее. Повторюсь, я могу ошибаться, но ваш текст, ваша история очень сильно задал мне впечатление, что вы человек достаточно строгий. Но это частично, косвенно указывает тот факт, что ребенок, когда у него случается приступ, зажимает рот рукой, чтобы не сказать нехорошие слова. При этом понимает, что говорит это вроде как не он, вроде как заставляют ее, но она все равно закрывает рот рукой. Почему они это делают? Потому что, вероятно, боится вас. Боится, не хочет вас обидеть. А значит, такой опыт у нее уже был. Не обязательно с вами, кстати говоря, но такой опыт у нее был. Опыт, когда она чувствовала себя очень виноватой, когда она чувствовала себя очень неудобно, неловко, возможно, стыдно, чувствует вины и стыд. Это агрессия, как словесная, так и физическая. То, что делает ваш ребенок, это агрессирует словесно и физически. Но самое главное, ну, физически меньше, словесно больше, но самое главное, то, что несколько символично делает ребенок, это сопротивляется некоторым, скажем так, ну, некоторым установкам, некоторым установкам, которые вы ей, вероятнее всего, даете. Вполне вероятно, что человеку вы мягкий. И вообще ни разу не авторитарный. Вообще с ребенком у вас исключительно доверительные и дружеские отношения, нежные, такие, ну, как подружек. В таком случае дочь своим таким поведением демонстрирует, что вы подавляете в себе импульс к защите своих личных границ. позволяете себе себя унижать, принижать, обесценивать и так далее. Возможно, я говорю словесно, возможно, вы себя за что-то обвиняете, возможно, вы себя вините, корите и бичуете. В таком случае ребенок это вам просто зеркаливает. Подсознательно она ощущает подобную тенденцию в вас и просто как бы демонстрирует ее ну, вам. Правда, сознательно она совета делать запрещает. Ее объяснение, что кто-то в меня усиляет, заставляет меня это говорить, ее объяснение я верю наполовину. То есть я верю в то, что так она отчаянно старается объяснить сама себе то, что она делает. Я так же понимаю то, что вероятно в ней копится какого-то недовольства, копится какого-то конфликт, возможно копится какая-то угроза. Это очень похоже на сдерживаемые чувства. Это очень похоже на в какой-то степени театральное представление и вот почему. Дело в том, что при панических атаках человек последнее, что будет человек делать это заботиться о том, что он говорит. Последнее, что он будет делать это зажимать рот руками. То есть несколько стран они находятся, человек попадает в транс, теряет в некоторой степени ориентацию в пространстве, но при этом зажимает рот рукам и довольно резво бежит в кровать под подочку. Это мягко говоря выглядит как в некоторой степени представление. я вполне уверен, что ваш ребенок в какой-то степени здесь разыгрывает такое стероидное представление, чтобы вы, вероятно, обратили внимание на его какие-то проблемы. Понятно, что мое мнение оно здесь в меньшинстве и вы вольно не прислушиваться к нему. Также возможно, что мое мнение будет для вас более привлекательным в силу того, что не подразумевает ребенку-ребенку психического заболевания, а наоборот, вроде как диссердитирует его и выставляет его в некоторой степени манипулятором, злодеем и тем, и той, кто в общем-то сводит вас с ума. Я это понимаю. Но все же я хочу сделать отдельный акцент вот на же случившееся это исключительно ваша ответственность, это исключительно следствие ваших действий, ваших решений, вашего поведения, каким бы оно ни было и какой бы вы личностью матерью не были, либо авторитарной, либо наоборот мягкой, все это случилось по той причине, что вы приняли какие-то решения, которые так повлияли на вашего ребенка, хотите вы этого или нет. Да, может быть, это стресс изобретения, да, может быть, ребенок не хотел переезжать, так как у нее в старом месте проживания были друзья, а может быть, и не один друг, может быть, может быть, там у нее возникли первые романтические чувства, да, в 6 лет, такого принципа вполне бывает, да, это любовь, безусловно, платоническая тут переживать не стоит, но, тем не менее, тем не менее, ну да, это бывает очень-очень важно. Вариантов много, вариантов думает о том, что такое серьезное событие, как покупка дома и последующий приезд в него, зачастую происходит без какого-либо участия ребенка, и ребенок в данном случае вполне вероятно чувствует себя, вообще говоря, не на что не влияющим, вообще говоря, каким-то ничего незначимым, ничего незначимым, точнее, точнее, и это может быть подвигает его на такие вот действия. по моему скромному мнению, я не психиатр, я не видел большего ребенка, я не знаю, как и что, но по моему скромному мнению, психическое заболевание ведет себя немного по-другому. И мне кажется, что клиническая картина больше напоминает эстероидное поведение, то есть такое полубессознательное привлечение к себе внимания. То есть, опять же, если вы достаточно авторитарная фигура, то ребенок вам боится сказать, что это не так, и чем вы ее обидели. Если вы фигура достаточно мягкая, ребенок чистит перед вами вину и заключает себя договорить. То есть, как бы, тут вот, ну, у той, у той модели поведения, да? А есть о нем? Я думаю, что, если вы в отрыве от этой ситуации, если вы, во-первых, разрешите своей дочери говорить все слова, не будете фиксировать ее внимание, потому что, сначала, заметно, она боится говорить, она боится говорить плохие слова, то есть, есть такое понятие, как плохие слова, да? Вот, это такой достаточно распространенный детский конфликт, что, с одной стороны, слова слышат, а с другой, с другой стороны, нельзя говорить. Вот, это очень, как бы, способствует застреванию ребенка на этих словах. Вот. Значит, вы можете поговорить с ребенком в отрыве от этих событий, вот, окольными путями выяснить, чего она хочет, чего ей не хватает. Я не думаю, что в 6 лет с ребенком это сделать достаточно сложно, и я думаю, что картина прояснится. Я бы также обратил ваше внимание на то, что вы ей говорите, поскольку, как я и сказал, ее реакция напоминает отвершение тех установок, которые ей выступают в дни, делается это зачастую через рот, либо это ругательство, либо это рвотные какие-то рефлексы. Вот, что, соответственно, внимательно поисследуйте то, что вы транслируете своей дочери, какие идеи, какие идеалы, какие цены, с полной вероятность, что она не принимает. Вот, то, что я хочу сказать, мне бы не хотелось, чтобы ребенка преддевременно записывали в психически больные, а поход к врачу, психиатру, постедетскому психиатру, это достаточно драматично, за ребенком поможет оставить в ее психике нитку 11 лет, особенно, если с ней все в порядке. Такого риска, мне кажется, ваш ребенок, ты, кто бы то ни был, не заслуживает. Поэтому, попробуйте решить проблему сами, тем более, что ничего вроде бы критичного, ничего вроде бы такого особо серьезного нет, то есть, ребенок себе вред не причиняет, ребенок никому как бы вреда не причиняет, ведется вполне адекватно. Вот, попробуйте сперва решить проблему в том направлении, в котором сказал я, обратитесь к психологу, поискредитную ситуацию, пригласите мужчину, кстати говоря, в дом, я имею в виду, если не можете пригласить отца, девочка, то пригласите родственника, пригласите друзей, вполне вероятно, что девочка не чувствует себя защищенной с вами. Вот это и подобная вспышка, это вспышка агрессии для того, чтобы как-то компенсировать некую угрозу. Если вы научились так жить через интеллект, через контроль, то понятно, что в ребенка этого еще нет. И если ничего не получится, никаких порвижек не будет, то тогда уже можно обратиться безусловно и к психиатру. Вот такой ответ я могу вам дать, я надеюсь, что это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация разрушится, не прописывайся с выборами, да, дайте себе и ребенку шанс, шанс на то, чтобы быть здоровым.